Звери, богатые звери, сильные звери управляли человечеством. Ну а отсюда давайте вернемся к нашим с вами будням и дням, когда мужчина превращается в зверя, по большому счету, и начинает руководить, командовать своей женой, своими детьми. И делает это он в основном с элементами насилия, в основном с элементами эксплуатации, тирании в своем собственном доме. Тема эксплуатации женщины в собственном доме, эксплуатации как жены, с одной стороны, жены-любовницы, с другой стороны, как домохозяйки, и с третьей стороны, как врача, который обязан больного пациента, которым является муж-тиран, терпеть и постоянно его уговаривать. Не пей, не скандаль, пойди помойся, пойди почисти зубы. Вы знаете, вот ты думаешь себе, а как вот так сложилась наша жизнь, что мы обязаны терпеть друг друга? Нам говорят о семье, нам говорят о том, что обязаны мы создавать семьи. Это менталитет, говорит друзья, это то, что воспитывают в нас. Поэтому мы не знаем другой жизни. Мы знаем, что в 22 года мы обязаны выйти замуж, сейчас уже позже, но в мое время это было 22 года, примерно такая ситуация, а потом опять срочно дети, срочно-срочно дети. Иначе, если ты в течение трех лет не родил ребенка, значит, что-то с тобой не так. То есть, здесь женщина еще и выступает производителем, когда мужчина в виде зверушки, племенного жеребца, он осеменяет женщину и рожает себе подобных детишек. Целу страну вон выбритков нарожали, теперь тюрьми напасешься. Видите ли, общество наше несовершенно. А если наше общество будет больше образованным, будет высококультурным, то в таком случае мы можем избежать всех этих элементов насилия, неравноправия, ущемленности, тирании в своих семьях. Целу страну вон выбритков нарожали, теперь тюрьми напасешься. Эта тема особенная, она, так скажем, очень глубоко моральная, очень глубоко культурная, которая и выявляет все бескультурные стороны и качества нынешнего человека. Может быть, нам эти сказки создавали специально и целенаправленно, чтобы приучить нас к неким таким полуживотным, полулюдям, которые неизвестно где живут. И, конечно, мы только можем понять, что они живут хорошо, эти полуживотные, полулюди. Но кого от них рожают женщины? В образе человека появляется кровь зверушки. И уже человека-то настоящего на Земле практически не встретишь. Вот вам, друзья, и группы крови, которые разнятся среди человечества. И уже теперь не четыре группы крови, о которых нам рассказывали, а их гораздо больше. Говорят, доходит до двадцати двух. Возможно, уже и больше того. Но если это будет все неизвестно и прятаться в сундуке Пандоры, то, открыв их когда-то, однажды, мы просто можем не выдержать и сойти с ума, а такой информации реальной, которая окружает нас и на которую нам закрывают глаза. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.